Привет всем. Доброе утро, страна. У вас, наверное, уже там день. Привет, Сашин. Привет, Сашин. Come to Europe. У вас там, наверное, уже день. Анна написала мне, дебил. Ай-яй-яй. Хорошо ругаться в эфире. Анна, как это так? Привет. Привет. Привет, Аликс. Привет, Сашин. Чем живет мой народ? Ты в аэфорте идти в Лондон. Я ждал тебя. В Варшаву. В Варшаву скоро. Можем создать эту самую встречу, сделать в Варшаве с вами. Сделать встречу, да. Это будет хорошо. В Польше. Там много моих учеников. Чем живете люди? Чем живут люди темы? Чем? У кого сколько зачетов? У кого сколько новых девочек и мальчиков? Мальчиков. У меня немножко горло охрипшее. Вчера песню записывали. О, блин. Я столько орал. Да. Первый раз занимался записью песни. Я вообще, в принципе, в караоке ни разу не пел. Мне пришлось целую песницу писать. Представляете? Вообще, дикий прикол, конечно. Но это прикольная тема. Alex 666 Walt. Yes. We create the Alex 666 Walt. Definitely, Сашин. Мы, короче, создадим индустрию. Там будет все. Что звук? Один за декабрь, девять за ноябрь. Молодец, Эдик. Молодец. Это круто. Это классно. Ты молодец. Хороший результат. У меня уже есть час в субботе. Можете добавляться туда. Надо ссылочку будет сделать на моей официальной страничке здесь. Атакуй ее, если девушка понтуется много. Просто атакуй ее и трахни ее. И все. И сразу закончатся понты. Ты, мужчина, понимаешь? Ты должен атаковать и рисковать. Вот что ты должен делать. Атакуй ее, если девушка понты срубает чисто за счет своей наглости. Наглостью и действиями. И все будет нормально. Любой понты сносится телкам наглостью и действиями. Она понтуется для того, чтобы кто-нибудь ее обломал. Она хочет найти мужика, который ее возьмет и просто за волосы возьмет ее и трахнет ее. И все. Вот она ищет такого понты. Это вызов просто. Вообще говоря, вот что я скажу, друзья мои. В безопасном мире, в мире безопасности, когда женщине ничего не угрожает, женщины начинают вести себя отвратительно с мужчиной. Но когда начинается война, тюрьма, тогда женщина начинает становиться по-другому с мужчиной и начинает вести. Ценить начинает мужчина. И вот сейчас в современном мире, вот вы можете посмотреть, там же максимально безопасные там страны, да, там где война вообще не трогала эту страну. Например, Америка, да. На той территории вообще не было войны никогда. Там бабы вообще окончательно уже охуели. Вот. А опасные страны, где опасно, да, женщина ведет себя как женщина, мужчина как мужчина. Так что, друзья, вот, знаете, говорят, как бы ни было войны, а тут на самом деле все хорошо. Понимаете? То есть война, это что? Война, тюрьма, да. Женщины начинают вести себя по-женски, а мужчины по-мужски. А потом они после этого, ну, как бы, когда вот войны нету, там, в тюрьме, они начинают забывать, да. Да. Настоящее уважение к мужчине и ценность мужчины получают только в экстремальной ситуации. Женщина сразу прячется под крылышком. То есть она может бегать, там, выебываться, там, что-то пиздеть, короче, там, что-то пытаться решать по жизни, да. А как только придет война, как-то марсиане прилетят нас завоевывать, они сразу станут, ой, спасите нас, пожалуйста. Спасите, и все. И сразу станут слабыми телками. Феминизм закончится в один секунду. Просто в одну секунду. Это факт. Это реально чувствуется. Это всегда чувствуется. Вот я путешествую по миру. Разные эти, ну, регионы, разные люди, да, там, разное население, разное настроение у людей. Я вижу, там, где безопасно все. Там мужчина, это просто, это какой-то мужик там, мужичок, да, там. А там, где нужно шкуру свою спасать девочкам, там они, мужчины, смотрят, мужчина. То есть они хотят их, мужчин любят, их радуются любому. Вы знаете, девочки в тюряге, которые сидели, они радовались любому, даже больному мужику. Понимаете? Вот и все. Так что. Выпендриваются они просто потому, что им безопасно, спокойно живется. Пороху не чувствуют. Опасности нет никакой. Вот и все. Или они думают, что они сами там могут с чем-то справиться. Потому что у них яиц там больше. И они начинают с мужчинами конкурировать. Это неправильно, потому что женщина неполноценное существо. На самом деле она неполноценная. В смысле в том, что она очень быстро над собой теряет контроль. Она не в состоянии контролировать себя настолько долго и концентрироваться по сравнению с мужчиной. То есть она другая. Женщина, ну, другая. Вот есть мужчина, есть женщина. Это разные вещи, в общем, в принципе. Поэтому, чтобы срубать понты женские, достаточно просто, чтобы она начала нуждаться в мужчине. Именно нуждаться в мужчине. Вот она будет нуждаться в мужчине на войне и может нуждаться в мужчине в тюрьме. Вот. Еще что-то там может быть опасная ситуация экономическая. Нуждаться будет. И сразу... Нет войны и тюрьмы. Вот они какие, да. Что она там такая? Мужчинка какой-то для ребят. Противные становятся противные, понимаете? Женщины становятся противные, когда ничего не угрожает. Ржете, да. Так надо ее в тюрьму, говорит, посадить. Слушай, не поможет. Посадишь, с ума она будет нормально себя вести, а выйдет и опять начнет выюбываться. Может, даже хуже, чем раньше. То есть, это временное явление только. Ну, нельзя же свою жизнь женщину в тюряге держать. Нет, все нормально. Вот так циклами идет. Война, нет войны. Война, нет войны. Вот сейчас начнется война мировая, третья. Потому что уже просто без нее никак. Видите, да, ситуация какая. То есть, просто будет. Она сто процентов. Женщины толкают мужчин на войну сейчас. А книги с Ютуба, друзья, знаете, почему удалили? Потому что издательство начало вести войну с распространением моих книг. Прям буквально. То есть, вот как только они запретили Go to Fish, они начали воевать с распространением моих книг, чтобы не распространяли книги. То есть, издательство просто взяло за яйца вот автора Алекса Лесли. Знаете, издательство Алекса Лесли и издательство смотрит на мой член и берет меня за яйца. Дальше не знаю, что они будут делать. Отсасывать мне будут, может быть. Может быть, еще что-нибудь. Понимаете? Но в данный момент они держат меня за яйца. За Дерипаски. Моя версия, я уже журналистам комментировал этот вопрос. Моя версия, что Дерипаска был на этапе создания книги скорее всего повыше и покруче Дерипаски или Приходько или Паттершо то есть, откуда-то оттуда ноги растут. То есть, запретом то есть, вот Дерипаска был на этапе создания книги замазывания себя звездочками изменения там кое-каких там фактов это я все хорошо знаю. И я осознанно пошел на эти правки потому что моя задача была книжку выпустить они выебываться там и доказывают, что нет ни хуя короче. Ну, хочет он там что-то скрыть хрен с ним, да. Вот. Причем там не связанное с нашей посадкой то есть, то, что не связано с нашей посадкой он пытается скрыть меня это вообще не волнует. Я отражаю факты посадки факты того, что было как бы хронологию событий там, как мы сидели тогда. Так вот, кому-то не понравилось именно вот то, что вскроется эта история как она есть вот что произошло. Я считаю, что это не ну, может быть, я ошибаюсь да, но первая моя мысль это то, что это Паттершев, Приходько и все эти товарищи которые замазаны в нашей посадке там они провели извините меня какую-то операцию на территории иностранного государства. Вот. Причем совершенно косячно с кучей там ошибок которые они там допустили да. И это зафиксировано было в книжке еб вашу мать. Вот скорее всего почему идет такая тема с этой книжкой там ничего нет там просто торчат уши всех спецслужб всех щелей их ошибки вот и все. Поэтому я считаю, что из-за этого они запрещают. Ну и соответственно конечно же у нас и у всех и у журналистов у меня возникли дикий жутчайший интерес еще дальше копать и расследовать эту тему. А что же там было? Начали ну смотреть и начали находить реальное подтверждение того, что действительно некие агенты участвовали в этом. С нами сидели какие-то товарищи которые значит под куда-то странной и плюс еще вели всю эту историю там да. То есть действительно там гораздо все интереснее, чем мы даже думали происходило. И поэтому запрещают Go to Fish. Дерипаска уже видимо уже отвалил от этой книжки. Уже там пообщавшись с Сексмо в процессе создания этой книжки. А когда уже был получен результат ее начали запрещать уже совершенно другие силы. Когда она в типографии оказалась. Я так думаю. Но мы еще вот смотрите правда вскроется рано или поздно. То есть рано или поздно уйдет и Путин и вся эта система рухнет и правда начнет вскрываться и мы все с вами узнаем. Просто нужно подождать. Но это очень интересно. Просто очень интересно. Честно. Насчет новых книг. Смотрите какая ситуация. Пока я сейчас не разберусь с вот этим безобразием. Нет смысла даже новые книги выпускать. Почему? Я их пишу понятное дело. Но приступать к выпуску нет смысла. Потому что если Эксмо у них стратегия генеральная стратегия держать меня за яйца по каждой моей книжке то что получается? Я сейчас вам еще одну книжку дам. Они ее тоже распространять не будут осознанно и специально. При этом они будут банить пиратов за распространение моих книг. Понимаете? То есть мне проще сделать так. Мне проще сразу к пиратам прийти и пиратам продать права на распространение моих книг. Они гораздо лучше их будут распространять чем издательство. Не будут никого банить по большому счету. Поэтому я думаю что мы в этой ситуации потихонечку разбираемся и через какой-то момент мы примем решение что же делать нам? Что нам работать с издательством которое значит блокирует распространение используя авторский контракт? Либо нам лучше прям к пиратам сразу сдаться там пройти и сказать ребят ну тут как бы мы вам сразу разрешаем распространять книги без всяких издательств и так далее потому что в общем-то запрет идет как на Аликс Лэс. Слушайте в другой стране вы говорите друзьям в другой стране выпустите в другой стране. Что дальше? мы что сможем вагон книг через границу с Украины перевести вы издеваетесь что ли? И распространять их? Ну по одной книжке втащишь ты через границу а дальше что ты будешь делать? Ну издашь ты там 3000 книг несчастных там это ни о чем это тираж ни о чем называется при том интересе который на данный момент к нашей теме при том интересе к самой книге Go to Fish вот этот вот 3000 тираж это просто потереться можно можно да вы говорите так же как Евротрэш распространять как Настя Рыбка там продает она продает там по 5 книжек в неделю понимаете ну что это такое а люди хотят масса людей хотят общество общество есть запрос и спрос на эту историю и точно так же цифровые тоже не это самое не все так просто как вам кажется речь же идет не о распространении двух-трех штук другой вопрос да конечно я могу там двум-трем людям послать книгу да там вы прочитаете ну и что дальше дальше будут продолжать блокировать используя авторское право там ну и так далее Эксмо будет блокировать просто выложит на популярный телеграм-канал оно заблокирует канал вот начнет суд суды херач там администрация испугается как это обычно в России бывает и книгу уберут на ютуб-канал выложит аудиокнигу тоже вабах и уберут все мои книги убрали вот что тут думать ну приходят в магазин люди есть книги Лесли нет книг Лесли вообще давно не было хотя раньше было гигантское количество и все спрашивают все время да параллельно с этим Эксмо подает в суд на мейлеру групп за то что они незаконно распространяют мои книги ну что это такое получается что вот я говорю издательство Эксмо это опасный инструмент фактически контроля государственного контроля неугодных там авторов допустим вот есть Роскомнадзор а сейчас еще издательство Эксмо просто ты как этот самый ты между двух огней блин идешь в издательство тебя не сдают потому что они говорят хорошо мы тебе сдадим подписат контрактик и хрен тебе лысо вот и плюс еще они замечательно банят на пиратов вот все получается что что делать вообще надо то есть нас обновременно значит у меня из Роскомнадзора есть бумажка о том что сайт Лесли Ру запрещен в Российской Федерации пришел в издательство Эксмо Эксмо значит хорошо давай контракт и Эксмо херачит за распространение книг в Российской Федерации и че куда ни плюнь везде одни сплошные какие-то эти самые гестапо короче просто до маразма доходит при том что моя информация которую мы распространяем она вообще никак не может быть запрещенной в России запрещена информация только о том как Медведев самолет спиздил это я да понимаю опасно для государства вот а у нас то что вот так что такие дела не парьтесь мы прорвемся это ничто по сравнению с тем откуда я вылез я вылез из дыры а тут вообще просто хуйня это не проблема мы найдем способы распространения нас на самом деле эта история зажигает еще больше мотивация у нас появляется ебашить этих пидоров которые нас давят короче что еще вас волнует народ России вались говоришь надо из России да не парься скоро там режим упадет и все и можно будет не уезжать потерпи чуть-чуть у меня есть дети у меня дети все кто у меня учатся это мои дети ты как везу въезд продлил слушай тысяча способов как продлить везу въезд могу проконсультировать дружим дружим ли мы с Навальным ну смотрите Навальный летел в одном с нами самолете можно сказать на который нас не посадили могли бы встретиться с ним вообще безумно интересная история и мне было было очень интересно с ним поболтать вот видно он меня очень боится как бы поэтому даже нас как-то развело вообще а может хотел встретиться он там летя со мной в одном самолете когда нас депортировали из Таиланда вот я бы очень хотел с ним поговорить мне есть что сказать как я отношусь к Навальному смотрите охуенно позитивно я отношусь к Навальному просто супер мужик классный вообще классный вот Навальный классный человек если бы не организация как у него да то было бы совсем по другому все было бы все совсем по другому я очень позитивно отношусь к Навальному очень позитивно я говорю что в принципе единственная сила в данный момент в России которая противостоит этому просто мракобесию этих жидов фактически или ворюк понимаете это просто хорошо что она есть мне не важно даже в чьих интересах она работает она должна быть понимаете то есть многие говорят вот за ним кто-то стоит какая разница мне вот смотрите абсолютно не важно кто за ним стоит важно то что эта сила существует она должна быть те кто ее создал или если она сама зародилась не важно не имеет значения происхождение этой силы она должна быть это правильно абсолютно такие вот моменты такие вещи должны вскрываться и Навальный он на самом деле действует по моей идеологии она мне близка идеология все вскрывать все публиковать все в открытую делать все светить все вообще светить все вскрывать и на достояние общественности давать то есть крысы недостойные люди хотят все скрывать а достойные люди все хотят раскрывать потому что если люди недостойные им есть что скрывать потому что они делали какие-то недостойные дела вот понимаете ну говорят что Навального вместе с Немцовым планировали завалить если честно я читал доклад одного сбежавшего там от Кадырова какого-то там товарища который в Лондоне может быть это фейк может быть это игра в спецслужб там ну все может быть как бы на самом деле кстати говоря вот я вам хочу сказать обратная сторона обмана очень классная книженция я сейчас ее читаю про действия Масад я кстати говоря про это с одним человеком поговорил по фейсбуку мне заблокировали фейсбук можете себе такое представить я человеку рекламировал вот эту книжку обратная сторона обмана рассказывал там про значит грязные делишки Масада там ну и так далее там да автор рассказал об этом представляете после разговора у меня блокируется фейсбук вообще но по жизни я сейчас создал новый фейсбук ну и значит начал об этом разговаривать по фейсбуку с человеком ничего больше в этом фейсбуке не делал это был новый фейсбук по которому это может быть случайность может быть черт знает может по ключевым словам просто забанили там ключевые слова ну просто мы говорили там фармассад про спецслужбы про террористов там про всю эту историю и может быть меня каким-то образом забанили за счет того что ну такие слова просто банятся если люди об этом говорят по фейсбуку может быть это нельзя делать да не знаю но просто был разговор он мне позвонил я с ним разговаривал общался рекламировал ему эту книжку вот кстати говоря эта книжка она мне дала понимание того как с нами работали ну то есть на самом деле есть некая литература которую советуют мне мои люди я читаю и я понимаю каким образом там устроена работа разведок различных стран ну и так далее да я сейчас вам скажу название обратная сторона масса ну обратная сторона обмана называется книжка сейчас автор подождите автор Островский найдите найдите эту книжку можете почитать ее очень интересно ну скажу вам честно что там она нет редактирована или она переведена непонятно в общем то что я скачал да вообще в непонятном виде но очень интересно то ли вообще рукопускаю просто я скачал мне ее прислали на самом деле эту книжку вот люди вот смотри насчет девушек как не платить за девушек буря осуждения правильно все ты как мужчина должен получить иммунитет от осуждения женского общества вообще всему общества когда у тебя стоит вот смотри дело в том что когда ты паришься по поводу осуждения женского общества ты уже неправильно сейчас мыслишь то есть смотри ты говоришь Алекс ты говорил нельзя платить за девушек как-то тяжело говоришь это делать почему тяжело такую бурю осуждения получаешь от девушек и даже от пацанов вот то есть давай разберемся вот ты говоришь ты говоришь я получаю значит я не плачу и получаю осуждение от девушек то есть получается ты живешь чтобы получать поощрение от девушек и от мужиков которые тебя окружают так правильно теперь вот задумайся когда ты получаешь поощрение от девушек и мужиков которые тебя окружают в каких ситуациях как научили всех если ты раб то есть только раб может получать подтверждение того что он все делает правильно то есть ты слушаешься царя или слушаешься батюшку или ты значит слушаешься маму слушаешься жену слушаешься детей то есть ты конченый абсолютный раб всей системы государство слушаешься законопослушный гражданин и так далее ты раб и тогда ты получаешь подтверждение того что ты все делаешь правильно потому что ты раб как только ты пытаешься руководить кем-то вообще, как только воздействовать на кого-то начинаешь. Ты же злобный манипулятор, ай-яй-яй, ата-та, нельзя. И смотри, вот заметь, что любая власть, абсолютно, любую власть ненавидит народ. Заметь, это просто по нашей стране, любую власть ненавидит народ. Власть всегда получает осуждение, так или иначе, людей. Правильно? Ну, не в абсолюте, да, там, они должны озаручиться какой-то большинством поддержки, но, тем не менее, это нормально. Большая часть людей их поддерживает, меньше не поддерживает, но, тем не менее, в России вообще этот перекос, там, допустим, Путин сейчас 30% поддерживает, но, тем не менее, он власть, понимаете, да? То есть, пока ты не научишься срать на то, что считает про тебя общество, срать на то, поддерживают тебя люди или нет, или бабы или нет, да, ты не сможешь ими управлять. И они будут управлять тобой, это законно. Поэтому в теме, вот, на интересном тренинге дефлорация мозга начинается тогда, когда ты начинаешь делать то, что вызывает у людей негатив, и опереться от этого. И в результате люди начинают прогибаться под тебя, и слушать за тебя, и делать то, что ты хочешь. Все. Вот это все. Это финиш. То, к чему ты должен прийти. То есть, ты делаешь то, что ты хочешь. Тебе наплевать абсолютно на то, осуждают они тебя или нет, и они чувствуют твою силу, и они начинают прогибаться под тебя и делать, что ты хочешь. И ты становишься доминантом. То есть, ты из раба превращаешься в доминанта. Вот это вот превращение, оно должно произойти в мозгах сперва. И потом, когда оно происходит в мозгах, ты уже начинаешь понимать, что вот, ну, как нужно себя вести, что делать для того, чтобы... Это привело к управлению людьми. Пока ты пытаешься всем нравиться, ты управлять никем не будешь, потому что они... им может не нравиться то, что ты хочешь, чтобы они делали, а они должны это делать, понимаешь? Тебе нужно мастерство и талант убеждения, что люди должны делать то, что им не нравится для какой-то, блин, цели, да, допустим, глобальной и так далее, для того, чтобы они пришли там в будущее, допустим, светлое, да. Например, они... ты их посылаешь на войну, к примеру, да. Мы же им не нравятся воевать, они хотят сидеть и бухать, они ничего не делают. И ты должен выйти к ним, к толпе и сказать, надо воевать, ребята, там, тра-ля-ля. То есть в этом и есть на самом деле смысл для любого лидера, мастерство любого лидера. Не освоив его, ты будешь продолжать оставаться рабом, и тобой будут рулить. Поэтому, друзья, вывод следующий. Идем сейчас в кафешки, берем девочек и пьем кофе, живем за их счет. Когда ты скажешь заплатить за меня, ты видишь гигантскую бурю просто невероятную, воебонов, там, рассказываешь, что ты конечная скотина и так далее, да, но ты начнешь чувствовать кайф от жизни, вкус жизни. Вот первый раз в жизни начнешь чувствовать кайф от жизни, что ты осознанно ведешь к тому, чтобы делать так, как она не хочет. И она начинает еще больше тебя хотеть, потому что настоящая скотина и подонок, а они только таких людей любят. Особенно русские. Русские рабы по своей сути. Они всегда любят, когда кто-то ими управляет. Особенно русские женщины. Они все рабыни по своей сути. Они любят, когда ими управляют. Находится человек, который настолько обнаглевшая скотина, что может управлять. Воебоны, ты видишь, что только воебоны. Воебоны это тоже часть провокации на управление. Она провоцирует тебя, чтобы ты ее иначе не управляешь. Почему это так? Потому что у человека есть две роли. И, соответственно, две роли, в которых он может находиться, жертва и автор. Жертва – это слабая позиция. Скидывание ответственности. Автор – это сильная позиция человека, который управляет. Жертвой быть проще всего. Поэтому большая часть людей уходит в позицию жертвы. Ты ни за что не отвечаешь. Ты говно в проруби, который ловет по этой проруби, по течению, которое несет. И все. Больше ничего. И все вокруг тебя во всем виноваты. Автор – это позиция человека, который контролирует все. Для того, чтобы быть автором, нужно больше концентрация, больше ресурсов, больше мозгов подключать и так далее. Больше контролирует процесс. Поэтому большая часть людей выбирают жизнь жертвы, а меньше – жизнь автора. Авторы управляют миром, управляют своей жизнью, управляют системой. А жертвы подчиняются, ноют, воняют и так далее. Но они являются кирпичиками этой системы, которую ты укладываешь так, как ты хочешь. Можешь так положить, можешь всяк положить. И для того, чтобы кирпичик вдруг стал у руля системы, нужно пройти через огонь, воду, медные трубы, изменение мозгов и вреждений. И не каждый может в результате поменять мозги и вреждения. Вернее закрывается, так что. Садись. На самом деле, вот эта тема, которую мы сейчас с вами подняли, это одна из основных тем соблазнения вообще. И вот первое, с чего нужно начать, чтобы выйти из-под пизды, из-под каблука, из-под любой бабы, это спокойно реагировать на то, что ей не нравится. Ну там, ей что-то не нравится, а ты на это начинаешь реагировать. Ей это не нравится. Все, значит, ты уже под пиздой, под каблуком, потому что она тобой легко сможет манипулировать за счет этого. Как в детстве было. Ты хочешь радовать маму. А если ты не радуешь маму, мама расстраивается. Ты не хочешь ее не радовать. И ты как бы начинаешь вестись на ее провокации, на маминой провокации, разные там настроения, чтобы быть хорошим мальчиком. И вот мама тебя приучает к этому. И дальше ты продолжаешь. Вот мама, это уже как бы хак системы твоей. То есть, вот реакция на маму, это фактически реакция на твою будущую жену. И ты, таким образом, мама делает тебя управляемым, ну там, женой. Говно, я знаю, тут просто, это странно. Почему-то в кафе качество, этот спид-тест поставь. Какой? Да, слушай, поставь спид-тест, тут 100 мегабит в секунду, а качество при этом дерьмо. Странно. Юмашев сказал, что Путин на 99% уйдет в 2024 году. Юмашев не из семьи Путина, это другая семья. Он там помощник, но при этом у них свои интересы. Кстати, возможно, Юмашев, они хотят из семьи Ельцина кого-то, возможно, поставить. Хрен их знает. Об этом мы узнаем лет через 500. Так что, ладно, друзья, тут качество дерьмо, по непонятным причинам. В следующий раз выйду, посмотрю, где получше будет. Ну, странно, спид-тест возьми просто. Есть спид-тест? Просто странная история. Как ты относишься к женским слезам? Любая пословица моего папы, женские слезы, что вода. Он любил так говорить. Тема про женщину продолжить. Ты, наконец-то, купил книгу в печатном виде. Похуй на качество. Видишь, народ пишет. Людям похуй на качество. Какая разница какая-то. Навальному с Дудем и с этим, как его там, как же его, который постоянно Амираном не похуй на качество. А мы идеологические люди. Нам похуй на качество. Нам не похуй на идею. На информацию. Да, на информацию. Но я, на самом деле, друзья, вы говорите, я там продолжу, продолжу. Читайте книжку первую. В жизни пристрессов все разжевано, их по полочкам разложено. Именно вот эта информация. Самая первая книга об управляемости. И плюс еще, интересный тренинг. На телесном тренинге происходит четкая эволюция, распечатка мозга. То есть ты по своей сути, по своему ДНК, по своему настроению, бессознательно, ты раб. И телеска, она как бы заводит за рабские вот эти границы. То есть ты раб, потому что тебя... Это надо у девочки спросить. Ты раб, потому что в тебя заложено рабство изначально мамы. То есть мама тебя сделала рабом. Она сделала так, что есть коды доступа к тебе. И женщина, когда нажмет на эти коды, она получает доступ к тебе и начинает тобой управлять. То есть на самом деле все мужчины рабы женщин. Матушки все, всего мира, делают мужчин рабами женщин. И для того, чтобы из-под этого рабства вылезти, нужно в общем себя прокачать. Вот и все. И тогда ты влазишь из-под этого рабства. Вот, например, читайте книжку «Дельник посвладения миллиардера Евротрэш». Там я четко объяснял девочке, что делать для того, чтобы управлять серьезным, богатым олигархом, который вообще, в принципе, про него последнее, что можно сказать, что он может быть рабом. Тем не менее, она нашла, она щупала своими пальчиками ласковыми те самые ключи доступа к управлению им. И управляла ее, манипулировала какие-то моменты времени, что вызвало такое изгодование у сильных мира сего. Как это так? Мняжка, телочка ласковыми ручками может управлять вообще пиздец, но тем не менее, это все благодаря маме. Мама изначально делает так, что ты ведешься на это. Ведешься на это, тебя легко потом за это дернуть. И та девочка, которая дерывает тебя за это, она начинает управлять. И сам это не осознаешь. Чтобы вылезти из-под этой истории, необходима четкая проработка себя. То есть нужно прокачаться некоторые вещи, фишки пройти, начать кайфовать от их негатива, учиться вот этот негатив женский, наоборот, в свою пользу использовать, как бы жрать его и использовать в свою пользу как энергию. Ну и, собственно говоря, вот упражнения телески сами, когда ты идешь на улицу, хватаешь их за жопу, они значит тарат, пидарас, подонок, как ты мог. Ты говоришь, пойдем, купьемся, начинаешь вести себя как настоящий конченый подонок, переться, и они от тебя начинают переться, потому что они чувствуют, что этот мужчина, ему забить болт на наш негатив, он не работает на него, и нужно как-то по-другому им пытаться начать управлять. И тогда они начинают пытаться что-то делать и попадаются на крючок. То есть они начинают пытаться тебе понравиться, они начинают пытаться построиться, да, ты там премастрируешь силу свою, пытаться построиться и начинают уже становиться как дети, то есть девочка становится не как мама для тебя, а как ребенок, а ты становишься ее родителем. Вот это сразу, короче, четко чувствуется, по-тересу. Все, погнали, да? Пока, друзья. Продолжение следует...